Приветствую вас! Итак, отъезжая на вопрос, а значит, почему люди, когда разводятся негативно в связи с своим бывшим, можно сказать так, что дело в том, что человек, во-первых, привыкает к другому человеку, то есть его сознание адаптируется в быту с другим человеком и не может быстро переориентироваться на новые реалии. Вследствие чего, естественно, человек испытывает стресс, а стресс это всегда негатив-негатив, напряжение, неприятные ощущения. И далее возникает ассоциация, как бы сказать, рефлексивное закрепление эмоций, какой-либо эмоций с конкретным человеком. Это происходит именно так, к сожалению. И поэтому, когда люди разводятся, то человек смотрит на бывшего когда-то любимого, и понимает, что он, этот любимый, больше ему никто, у него с ним ничего не получилось. Как правило, возникают мысли, что было зря потрачено время, много времени, энергии было много потрачено зря, сил и прочее. Все это вместе, к сожалению, и ведет к установлению негативного отношения к бывшему. И еще одной немаловажной проблемой является образ человека, который предстает в сознании другого. Ведь если ничего не получилось, если люди разводятся, значит они не являются тем, кем изначально представляли друг другу. А значит человек ошибся. Ошибся в своем выборе. Ошибся в том, что он думал относительно этого человека. Это неудача. И эта неудача прямо связана с другим человеком. Поскольку личность винить себя в своей неудаче может большим трудом, это означает путь к самосовершенствованию, получению нового опыта, а этого, к сожалению, многие люди склонны избегать, то проще обвинить другого. И то, что вы негатива в себе не оставили после того, как ваши отношения закончены, это хорошо. Вы молодец. Вы разумный, взрослый, древний человек. Но мужчина, и мужчины вообще, отличаются от женщин тем, что для них развод, расставание с женщиной, это всегда удар. По самолюбию, по гордости, мол, не смог удержать, потерял женщину и так далее. А поскольку мужчина завоеватель, то это его личная неудача. И именно поэтому он не может объективно воспринимать вас в качестве бывшей супруги, скажем так. Вы для него живое напоминание того, что он не смог. А это не нравится никому. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Если еще какие-то уточнения остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.